Мы продолжим сегодня наше изучение Нового Завета Соборного Послания Святого Апостола Иакова. Это у нас первое послание, которое мы сегодня будем исследовать. Оно является соборным посланием, в отличие от посланий апостола Павла. Который направлял свои послания по конкретному адресу, помните, к римлянам, фессалоникийцам. А вот послание апостола Иакова, Петра и Анна, апостола Иуды, не предателя, а другого, брата Господня по плоти. Соборные почему? Потому что они обращены ко всему Собору Церковной. Вот наша Церковь Православная называется Соборной. И вот именно к этой полноте Церковной Соборности обращены послания этих апостолов. Послание в переводе на русский язык – это письмо. Это письмо, которое получали в основном церкви, находящиеся тогда в Малой Азии. Это сегодня территория современной Турции. Также в Антиохии. Ну и вообще эти письма прочитывались за собранием первых христиан. И такая же традиция, установившаяся еще тогда, в те далекие времена, продолжается до сегодняшнего дня за нашим богослужением Православной Церкви. В определенный момент в Божественной Литургии читается письмо из глубины не только веково, а тысячелетий уже. И вновь оживают слова апостола, который хотел достучаться до сердец тогдашних христиан. Слово Божие невозможно убить временем. Время не имеет силы над Словом Божиим. Конечно, Слово Божие в данном случае произносили Богом вдохновенные мужи, апостолы, которые были сами свидетелями жизни Христа. И в последствии это Слово не подвержено времени. Сколько сегодня люди пишут писем, и эти письма теряются в мусорном ведре человеческой истории. А вот эти письма Церковь хранит из поколения в поколение как драгоценность, как сокровище. Потому что в этих письмах заключена истина. И эти письма имеют огромное значение для нас, современников, живущих сегодня. Более того, сколько было написано комментариев, толкований на эти письма. Это говорит о том, что люди во все времена пытались оценить это Слово, осмыслить его в контексте современности. Начинается соборное послание с приветствием. Первый стих. «Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати коленом, находящимся в рассеянии, радоваться». Мы видим, как называет здесь себя апостол Иаков. А Иаков, он тоже брат Господень по плоти Спасителя нашего. И называет здесь себя рабом Господнем. Мы знаем, что многие так называемые христиане, баптисты, пятидесятники, они говорят, что мы не рабы. А вот апостол, брат по плоти, настоящий брат, называет себя рабом. И как боятся вообще современные люди этого Слова? А ведь производная от этого раба – работать. За честь человеку считалось работать Богу. Он хотел быть рабом Божьим. Единственное его желание было именно Богу работать. Именно в этом прекраснейшем послании буквально каждое Слово, оно является для нас бесценным. Потому что мы видим, что это Слово обращено к нам. Мы просто чувствуем. «С великой радостью», – пишет далее апостол. «Принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». Искушение. Именно это Слово мы часто употребляем в Своем церковном лексиконе. Само Слово «искушение» переводится на русский язык как «испытание». Что же это за испытание? От кого это испытание? Мы сейчас увидим. Но нужно его принять с радостью. Зная, что испытание вашей веры произведет терпение. Терпение – великое добродетель для христианина. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Вы представляете, к чему призывает Господь человека? К тому, чтобы человек имел полноту, совершенство, без всякого недостатка. Конечно, мы все далеки от этой полноты, от этого совершенства. Но апостол, говоря об этом, сам жил этими ценностями, сам глубоко переживал то, о чем он говорил. Если же у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков. Бог даст просящему мудрость и без упреков, потому что мудрость человеку нужна, и дастся она ему, но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. И каждый, слушая это слово, думает о себе. А ведь я сомневаюсь, когда прошу. И почему не получаю? Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих, а когда мы читаем молитву, каждый из нас с одной стороны он молится, а с другой стороны его окутывают помыслы, связанные с суетой этого мира. Часто человек говорит, ну я не могу молиться, бесконечные помыслы, они постоянно меня мучают. Давайте порассуждаем вообще о происхождении этих помыслов, что это такое. Помысл, он связан всегда с человеческим интересом, с человеческим пристрастием, с человеческой заботой. Вот если у нас есть помысл, и мы попытаемся его проанализировать, то он обязательно будет связан с тем, к чему мы в жизни своей привязаны. Вот нас, наверное, вряд ли заинтересуют новости, связанные с событиями, ну скажем, может быть, последними событиями из жизни какой-нибудь африканской страны Конго. И мы об этом и размышлять не будем. Нас окутывают помыслы, связанные только с нашим душевным предпочтением, интересом. И вот о чем нужно здесь нам поговорить. Когда человек преодолевает какую-то страсть, вот, к примеру, человек был одержим страстью курения или пьянства, или блуда. И если он преодолевает эти страсти в своей жизни, то и помыслов у него уже нет. Конечно, могут какие-то случайные помыслы проникать в его душу, но они будут не сильны. Они не сильно будут впечатлять душу нашу. И мы будем успешно их отгонять. Представьте себе, что человек в какой-то момент в своей жизни, а такие люди были, мы их называем святыми подвижниками благочестия, они избавлялись от страстей. А значит, и от этой обслуги, которая постоянно крутится вокруг страсти, помыслов. И в какой-то момент они совершенно становились свободными от всякой страсти, а значит, и от помысла. И кажется, а что ж дальше? Что есть в жизни за пределами мыслей? Ответ простой. Именно этот момент называется жизнью. Потому что тогда человек будет воспринимать реальность незамутненной. Это называется в церкви на греческом языке теорией, теорией, или же созерцанием, в переводе на наш язык. Происходит созерцание вещей, духовных вещей, всего вообще того, что человек может видеть такими, какими они есть, а не такими, какими они нам кажутся вследствие нашей пристрастности к этим предметам и вещам. Это называется момент свободы от всего. Вот эта свобода, она человеку помогает именно жить. а не обслуживать какие-то болезни внутри самого себя. Ведь человек знает о том, что объедение, буквально каждый человек знает, что объедение это болезнь, страсть, выражаясь церковным словом. Но тем не менее, человек бесконечно это делает. И сколько раз он тебе говорит, что я больше не буду объедаться, и тем не менее, он объедается. он даже после того, как он объелся, он на мир смотрит тупо, а потому что эти мысли, которые обслуживают эту страсть, не дают ему видеть этого мира вообще. Именно таким, каким его Бог замыслил, таким, каким его Бог желает видеть. И вот с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Потому что он бесконечно сомневается. А если, может быть, я вот, наверное, сделаю такой шаг, пойду туда или работать. Нет, я пойду туда работать. Или, может быть, я туда пойду учиться. Нет, я вот туда пойду учиться. Нет, наверное, мне вот этот товар можно купить. Нет, может быть, вот этот. а вы знаете, когда человек знает вообще о цели своей жизни, ему несложно определяться с тем, что ему нужно делать в данный момент. Потому что все, все мелочи жизни, второстепенные вещи, очень хорошо постигаются на фоне именно цели. Нет двоящихся мыслей, Господь руководит таким человеком. Нет этого дергания. Дохвалится брат униженный высотой своей. Некоторые униженные, они очень разочарованы в своей жизни. Они, отчаявшись, начинают всем рассказывать о том, как их оскорбили, какие они несчастные. А вот почему-то апостол Иаков говорит о другом. Дохвалится брат униженный, и в данном случае он оценивает унижение и говорит, это высота твоей жизни. А богатый унижением своим, потому что богатство в каком-то смысле это есть унижение, потому что ты зависим от многих вещей в своей жизни. Потому что он пройдет как свет на траве, восходит солнце, настает зной, а зной не сушает траву, свет ее опадает, исчезает красота вида ее, так увядает и богатый в путях своих. И мы видим, какое прекрасное, богом вдохновенное сравнение дает апостол и акка. Для того, чтобы сказать в такой прекрасной, даже поэтической форме, для этого нужно иметь какую-то утонченную душу, душу чистую нужно иметь, чтобы увидеть красоту в начале этого мира, как она прекрасна весной и как постепенно эта красота начинает увядать, как она становится ссором, от которого человек начинает избавляться. Блажен человек, который переносит искушение. Блажен. А блажен это вечно счастлив человек. Именно так блаженство переводится на наш язык макариси, греческое слово, который переносит искушение. А ведь давайте подумаем, вот мы называем себя православными христианами, и если мы переносим искушение, радуемся ли мы искушением или нет, мы всем расскажем обязательно о том, какие все плохие, потому что подвергает нас каким-то испытаниям. А вот здесь блажен, говорит апостол, потому что быв испытан, он получит венец жизни. Видите, какая прекрасная цепочка, который обещал Господь любящий его, потому что он сам прошел этот путь испытаний. Он искушен был, говорит апостол, и искушаемый может помочь. и если мы проходим какие-то искушения в своей жизни, испытания, то мы и другим сможем помочь. Если мы в чем-то навыкли, приобрели какой-то профессионализм, специализацию какую-то, высокий уровень квалификации, то мы конечно же как специалисты сможем помочь другому человеку, который еще не владеет предметом. А здесь идет речь о предмете жизни. В искушении никто не говорит Бог меня искушает. Потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого. Потому что но каждый искушается увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же зача врождает грех, а сделанный грех рождает смерть. А как же тогда понять вообще искушение, испытание? Вот в первых стихах шла речь об искушениях, как о испытаниях, которые не спосылаются. А здесь идет речь об искушениях, которые возникают внутри нас самих. Как же примирить эти противоречия? И нужно понять одну простую вещь. Бог действительно никого не искушает, но без воли Божьей в этом мире ничего не происходит, а значит и не происходит искушение от нашего увлечения собственной похотью. попускает это искушение. То есть с одной стороны Бог никого не искушает, но с другой стороны Он попускает этому искушению быть неким испытанием. Ведь не сказать мы пожинаем просто плоды своей жизни. И вот пожинаем плоды собственной жизни, вот как грешник, пожинает плод собственного греха, страдает, и от этого страдания Он начинает только тогда задавать себе вопросы. Но ведь я неправильно поступал, так ведь нельзя жить. И вот здесь мы видим мудрость Бога по отношению к человеку, педагогическую мудрость. Он вразумляет человека, давая человеку пожать плоды собственных испражнений, другими словами. Мы сами это производим и сами потом задыхаемся, захлебываемся от этого и делаем только тогда выводы. Потому что мы не можем сразу принять волю Божию такой, какой она есть и просто довольствоваться этим. Нет, мы всегда должны наделать много делов, а потом же эти дела начинают нашу жизнь же расклевать и разрушать. Похоть же зачав рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отцов Света. Здесь важно на это обратить внимание, потому что некоторые думают, что все дары совершенные рождаются в недрах автономного, независимого человечества. Нет, все совершенное, с чем мы имеем дело в этой жизни, нисходит сверху от Бога, потому что человек рождается в этот мир голеньким во всех смыслах, он ничего не имеет, а если имеет, то имеет только некие возможности, а ведь эти возможности человек может и не реализовать, мы ведь не знаем, сколько возможностей заложено в каждого из нас. Мы эти возможности начинаем узнавать только тогда, когда складываются какие-то благоприятные для этого обстоятельства и условия и начинает прозябать, прорастать через нашу жизнь то, что Бог когда-то посеял в наших душах. Значит, всякий дар совершенный свыше есть от Бога. А ведь многие действительно люди обманываются, поэтому и говорит апостол, «Не обманывайтесь, братья мои возникленные, у которого нет изменений, ни тени, ни перемены». Это значит, что Он никогда не меняется. Он совершенен из начала, если так можно сказать, потому что начала-то у Бога нет и конца у Него нет. Просто когда мы говорим о Боге, о Его безначальности, то мы всегда имеем опыт начала и конца, а значит, мы всегда будем опираться на свой опыт для того, чтобы рассуждать о столь высоких предметах. Восхотев, родил Он нас словом истины. А ведь действительно, что рождает нас от нашей смерти, от наших болезней в жизни? Именно Слово Его истины. Однажды мы услышали Его животворящее мудрое Слово, и это Слово произвело на нас огромное впечатление. И мы задумались, а действительно, можно ли так дальше жить? И пришли к выводу, жить так дальше нельзя. Можно жить только так, как учит Господь. А значит, мы становимся Его детьми, потому что мы начинаем слушаться Его Слово. Он становится нашим пастырем. Господь пастырь мой, именно так говорил боговдохновенный муж, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек добудет скор наслышание. Вдумайтесь в эти слова. А ведь мы-то слушать не умеем. А если даже и слушаем, то скорее мы просто выжидаем момент, когда мы скажем то, что уже нам думается в нашей голове. Скорее мы просто выдерживаем паузу для того, чтобы опять вставить свое слово. А здесь, когда идет речь о слышании, это значит о некотором состоянии вообще человеческого существа. Научиться не просто слушать ухом, а вслушиваться своим человеческим умом, своим человеческим существом в жизни. ведь мы проходим порой мимо того же моря или Богом сотворенного мира, мы можем его не замечать, несмотря на то, что мы видим его и слышим его. Но мы так можем и не сделать. Конечно, мы-то уже верующие люди, сейчас мы понимаем, что все это вышло из рук Божьих. Творческим словом возникло все то, что мы видим, появилось в этот мир. Но мы можем и не задаваться вообще глубокими рассуждениями относительно того, а вообще как это все появилось в этот мир и для кого оно появилось и какова мотивация вообще возникновения этого мира. А ведь этот мир настолько прекрасен, что этот мир может быть только подарком любви. Потому что Бог сотворил человека и Он подарил ему этот мир для того, чтобы человек чувствовал себя комфортно, чтобы он был счастлив. И когда человек с такими мыслями смотрит на этот мир, он не будет его беспощадно эксплуатировать в своих прагматичных целях и задачах. медленным на слова нужно быть и медленным на гнев. Потому что именно наши разговоры, как правило, из-за того, что мы не умеем промолчать нижний раз, а слишком много говорим, появляется этот гнев. Ибо гнев человека не творит правды Божьей. Но для того, чтобы человек задумывался над тем, что такое правда Божия, а может быть, она ему вообще не нужна, эта правда Божия. Посему отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Вы представляете, с какой открытостью нашего человеческого существа мы должны воспринимать эти слова от Отца Небесного. Ведь каждый день мы обращаем эти слова Отче Наш. И ведь Ему всегда есть что сказать. Но Он-то говорит свое слово, божественное, отеческое слово в тишине человеческого сердца. Когда мы успокаиваемся, когда мы перестаем думать о своей те на монете, которая была напечатана при Дмитрии Донском, такие слова «Вся сия минет». «Вся сия минет». Все пройдет. И действительно, именно на деньгах должно быть написано это. Особенно на наших. «Вся сия минет». минет. Но нас это очень волнует. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово, не исполняет тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, какого. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободный. И пребудет в нем тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце. У того пустое благочестие, чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцем есть то, чтобы презирать сирот. В смысле презирать славянское слово. Презирать это значит обращать внимание. Это в нашем языке презирать это отрицать в таком негодующем смысле и вдов в их скорбях и хранить себя неосъерненным от мира. Вы знаете, конечно, мы об этом поговорим, может быть, еще как-нибудь. Мне, конечно, очень хотелось бы, чтобы в нашем городе появилась такая возможность кормить этих людей, которые презираемые, которые сейчас, ну, они-то сами, конечно, в основном довели себя до жизни такой, мы их называем бомжами. Конечно, было бы хорошо, если бы как-то город, при участии, конечно, мы тоже горожане, чтобы была возможность хотя бы в эти холодные дни, особенно, когда зима, чтобы можно было им дать какую-то еду горячую, чай, потому что именно в этом наше спасение, когда мы проявляем какую-то любовь и заботу. А ведь чего сегодня только мы не делаем, никакими проектами и планами не заняты наши головы. А ведь было бы очень хорошо, если бы все православные нашего города, к примеру, объединились в этом. И каждый хотя бы какой-то килограмм крупы или чего-то, а ведь, знаете, в целом это уже была бы определенная величина и какая-то походная кухня, и где-нибудь там на рынке может быть раздавали бы эту еду горячую. Кормят? Вот видите как? Ну вот насколько мне известно, их не кормят. И если бы действительно наша душа была больна этой проблемой нашего города, потому что ведь ужасно на самом деле видеть, как эти люди ходят по мусорникам. Понятно, можно сказать сейчас, что они сами виноваты во всем. Вы знаете, можно действительно и согласиться с рассуждениями подобными. Но ведь наше-то дело согласно Писанию другое помочь этим людям. Просто взять и помочь. Голодного накормить, холодного обогреть. Ведь не говорится здесь, ну если он был негодяем в жизни, значит его не нужно кормить, не нужно обогревать. Здесь говорится о другом, и это прямо в наше сердце. Им не наше дело вообще судить, особенно если мы будем дальше углубляться в текст этих посланий. Значит христианин он другой человек. А судить, конечно же, очень просто. И далее говорится, братья мои, имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы, невзирая на лица, невзирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете, ты стань там. Обратите внимание, тебе сесть здесь, а встань там. Ну, к бедным, понятное дело. Или садись здесь у ног моих. То не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь не судьями с худыми помыслами. Дело в том, что когда звучат эти слова, то мы понимаем, что это была проблема и христиан того времени. Это не только мы такие плохие, но это была проблема всегда, потому что всегда дьявол злобствовал на всякого человека, а значит сбивал его с пути. Именно апостол обращает внимание на те моменты, которые были проблематичными. Но прошло две тысячи лет, много ли изменилось? послушайте братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою, наследниками царствия, которые он обещал любящим его? Ведь апостолы кто они по своему происхождению социальному? Простые люди, а вы презрели бедного, не богатые ли притесняют вас? И действительно могут люди, как правило, угождать богатым, но кто именно притесняет бедных? Богатые. Не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславя доброе имя, которым вы называетесь? Можно говорить, сидя перед телевизором, особенно когда по Интеру новости или по каким-то другим каналам. И конечно же мы всем дадим оценку. Но если приезжают эти мужи с этих телеэкранов к народу, то все заискивающие почему-то улыбаются и желают обязательно пожать руку и потом неделю не смывать. Вот действительно какой лицемерие нашей жизни. А ведь на самом деле это испорченность наша, потому что мы хотим быть такими как они. Но поскольку мы не стали такими как они в их возможностях материальных, то мы их осуждаем. Все живет внутри нас. Действительно человек он испорчен. если вы исполняете закон царский по Писанию возлюби ближнего твоего как самого себя хорошо делаете, но если поступаете с лицеприятием то грех делаете и перед законом оказываетесь преступниками. Кто соблюдает весь закон и согрешает согрешит в чем нибудь тот становится виновным во всем. Ибо тот же кто сказал не прелюбодействуй сказал и не убей. Посему если ты не прелюбодействуешь но убьешь то ты также преступник закона. Так говорите и так поступаете как имеющие быть судимы по закону свободы. Ну для того чтобы понять о чем идет речь к примеру если человек совершил какое-то преступление перед законом нашей конституции родной украинской и он оказывается одно что-то он сделал ну к примеру совершил воровство и вследствие этого воровства что происходит где он оказывается ну если это большое воровство он оказывается в тюрьме так так вот он совершил что-то одно но он оказался там за решеткой и получается что он становится на это время бесправным по отношению к тому закону перед которым он совершил только одно нарушение потому что там он бесправед там он закрыт он не имеет возможности совершать те действия которые он хотел бы совершать так говорите и так поступайте как имеющие быть судимы по закону свободы ибо суд без милости не оказавшему милости милость превозносится над судом вот когда идет речь о милости то идет речь о том превосходстве над правословием я вспоминаю один момент из жизни одного известного адвоката 19 века который труды которого вообще стали классикой в юриспруденции и однажды какой-то священник совершил какое-то преступление и его соответственно привлекли на суд и собрались а он был единственный в этом городке священником собрались люди и конечно все говорили да это конечно ужасно то что он сделал так нельзя было делать и конечно же здесь упомянули обязательно о том что он же священник и так сделал какой какой же он а этот адвокат сказал вопрос к вам скажите а вот вы приходили на исповедь к этому священнику в течение своей жизни да приходили конечно а вот он читал над вами разрешительную молитву да читал ну и всем конечно же стало понятно что те камни которые они приготовили для того чтобы бросить в этого священника ну сказал он дальше ну давайте будем дальше его судить или все-таки не будем дальше его судить и все молча как те фарисеи которые пришли для того чтобы забросать камнями женщину ятую в прелюбодеянии так и они ушли и вот действительно мы часто готовы судить но ведь мы должны подумать очень хорошо подумать а кто мы такие для того чтобы произносить суд мы конечно там увидим дальше относительно того что этого делать вообще нельзя смертному человеку что пользы братья мои если кто говорит что он имеет веру а дел не имеют может ли эта вера спасти его если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания а кто нибудь из вас скажет иди с миром грейтесь и питайтесь но не даст им потребного для тела что пользы так и вера если не имеет дел мертва сама по себе вот действительно часто в нашей жизни мы пытаемся понять вообще качество веры вот что такое вера я верующий человек говорит какой-нибудь дяденька или тетенька я верующий а вот вера она всегда должна быть выражаема делами вера иначе она просто мертва и если человек говорит что он верующий то он упустил из виду что там уже внутри от этой веры остался труп разлагающийся и она скорее отравляет ему жизни и жизнь окружающих потому что некоторые это говорят но если такие верующие пошли в наше время так обязательно ли быть верующим человеком но скажет кто-нибудь ты имеешь веру а я имею дела вот поспорить с таким человеком на самом деле сложно покажи мне веру твою бездел твоих можно ли показать веру вот как ее показать в каком формате ее можно представить а вот у меня есть дела видишь ли что вера содействует а простите а я покажу тебе веру мою и сдел моих ты веруешь что бог един хорошо делаешь и бесы веруют и трепещут даже но мы видим и знаем что воли они не исполняют значит у них вера несмотря на то что она трепетом исполнена и страхом перед богом она мертва а ведь обратите внимание еще на такую вещь вы знаете в нашем понимании особенно после огромного просмотра фильмов прочитанных книг и многих многих рассуждений современного обывателя сила всегда ассоциируется с агрессивностью обратите внимание тот силен кто агрессивен то есть сила всегда ассоциируется с разрушением и когда идет речь о том кто сильнее вот почему молодые люди часто начинают поклоняться сатане сатанизм есть такая религия на сегодняшний день почему они поклоняются когда им задаешь вопрос они отвечают ну потому что сатана сильный и он будет царствовать и я тоже хочу царствовать я тоже хочу быть таким же сильным и если человек хочет показать силу то что он делает он показывает свой оскал прежде всего свои клыки свои бицепсы мышцы свои он показывает сколько у него возможностей для того чтобы зарезать или уничтожить именно таким с таким образом ассоциируется сила в этом мире чем сильнее человек значит в нем есть много оружия а вот давайте посмотрим на эти слова и пусть кто-нибудь поспорит с этими словами что бесы эти сильные существа как считают эти современники что они делают перед Богом трепещут значит проблема сатанистов прежде всего в том что они не знают всю правду они не знают о том что бесы боятся Бога они то думают что бесы никого не боятся что их только нужно бояться да и многие люди даже верующие часто говорят не не вы знаете вот сила вот это и лучше не дразнить нет понятное дело если ты не готов к этому сражению и не надо Господь не призывает человека идти можно сказать с вилами на танк постепенно человек должен возрастать духовно и Господь дает человеку силу духовную которая одолевает вражью силу только тогда когда человек преодолевает гордость внутри себя потому что смиренным он только дает благодать а гордый человек он всегда будет приписывать все победы только себе и в этом будет его поражение поэтому бесы трепещут перед Богом потому что сила ошибочно ассоциируется с агрессией сила ассоциируется с кротостью и любовью об этом можно еще поговорить будет но в других посланиях и вот далее но хочешь ли знать неосновательный человек что вера без дел мертва не делами ли оправдался Авраам отец наш возложил на жертвенник Исаака сына своего а ведь действительно какой силой обладал Авраам для того чтобы возложить Исаака на жертвенник а Исаак ведь это единственная его надежда а ведь обратите внимание кто такой был Авраам Авраам это был шейх восточный шейх у которого было помните по писанию огромное количество шатров возможностей богатства стада все у него было этот человек по меркам нашим современным был успешным а значит сильным потому потому что у него была сила в его возможностях материальных возможностях имущественных возможностях но мы видим что делает этот человек он ведь мог бы защитить как бы сына своего от Бога может быть и сказав нет Господи я не отдам сына своего ведь это единственный мой наследник всего того что я имею а он берет и несмотря на свои возможности он понимает что это уже никому не останется это останется но не его плоти и крови это останется каким-то случайным людям возможно рабам или каким-то завоевателям которые кочевали вокруг него постоянно для того чтобы отвоевать какую-то часть имущества он берет своего сына и послушно возлагает на жертву конечно Бог не желает смерти никому и в этот раз но была испытана вера вера Авраама и эта вера была огромной силой поэтому сильный человек это верующий человек который только усилием души уповающий на Бога может перенестить даже сказав Горесий двигнись и поди в море и будет а кто какая агрессия сатанинская может сделать такое да никто не сможет видишь видишь ли что вера содействовала делам его а делами вера достигла совершенства и исполнилось слово писания веровал Авраам Богу и это вменилось ему в праведность и он наречен други другом Божьим вот вот кто является другом Божьим видите ли что человек оправдывается делами а не верую только но мотивация этих поступков именно вера поэтому одно от другого неотделимо потому что человек не может делать дела подобные если в нем нет веры подобно Ираам лудница не делами ли оправдалась приняв соглядаты и отпустив их другим путем ибо как тело без духа мертво так и вера без дел мертва братья мои немногие делайтесь учителя зная что мы подвергнемся большому осуждению ибо все мы много согрешаем кто не согрешает в слове тот человек совершенный могущий обуздать все тело вот мы влагаем удела в рот коням чтобы они повиновались нами управляем всем телом их вот и корабли как невелики они и как несильными ветрами носятся небольшим носятся небольшим рулем направляются куда хочет кормчий так язык небольшой член но много делает но я думаю что комментировать этого не нужно только единственное на чем хотелось бы сакцентировать внимание что человек который может обуздать язык свой тот совершенно человек а все остальное для нас знакомо посмотри небольшой огонь как много вещества зажигает а действительно одним словом можем и жизнь кому-то спалить и язык огонь прекрасно неправда язык в таком положении находится между членами нашими что оскверняет все тело и воспал и воспаляет круг жизни будучи сам воспаляем от гиены ибо всякое естество зверей и птиц пресмыкающихся и морских животных укращается и укращено естеством человеческим а язык укротить никто из людей не может вот это зверь внутри самого человека хуже чем змея или какой нибудь тигр вот действительно что нужно укращать человек это неудержимое зло он исполнен смертоносного яда им благословляем Бога и Отца и им проклинаем человеков сотворенных по подобию Божьим из тех же уст исходит благословение и проклятие не должно братья мои сему так быть течет из одного отверстия источника сладкой и горькой вода не может братья мои смоковница приносить масляные или виноградные лоза смоквы также один источник не может изливать соленую и сладкую воду и когда мы смотрим за жизнью благочестивых подвижников мы вспоминаем какое внимание они уделяли тому чтобы преодолеть именно грех многословия помните многие давали обет молчания по многу молчали так это какие подвижники благочестия и как нам нужно молчать мудр ли и разумен кто из вас докажи это на самом деле добрым поведением с мудростью кротостью но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость то не хвалитесь и не лгете на истину это не есть мудрость нисходящая свыше но земная душевная бесовская даже такая мудрость есть ибо где зависть и сварливость там не устройство и все худое но мудрость всходящая свыше во первых чиста потом мирно скромно послушливо полна милосердия и добрых добрых плодов беспристрастно и не лицемерно плод же правды в мире сеется у тех которые хранят мир откуда у вас вражды и распри не отсюда ли от вожделений ваших воюющих членов ваших желаете и не имеете а ведь действительно от этого все наши беды что мы желаем и не имеем убиваете и завидуете и не можете достигнуть прибираетесь и враждуете и не имеете потому что не просите просите и не получаете потому что просите не на добро а чтобы употребить для ваших вожделений прелюбодеи и прелюбодейцы не знаете ли что дружба с миром есть вражда против Бога а ведь как сегодня пытается заискивать христианин к этому миру ведь как во многом мы зависимы от этого мира а ведь не об этом говорит апостол ведь христианский идеал он совершенно другой а нам кажется что ведь одно с другим можно очень красиво сочетать но как мы видим что это очень сложно и так кто хочет быть другом миру тот становится врагом Богу как радикально и категорично звучат эти слова или вы думаете что напрасно говорит Писание до ревности любит дух живущий в нас но тем больше дает благодать посему и сказано Бог гордым противится а смиренным дает благодать а ведь многие так хотят сотворить этот вожделенный синтез мира и церкви и вот когда они совершают это дело то сколько скорбей сопутствует этой мечте этой утопии потому что ведь те ценности которые предлагает для нас мир они одни а те ценности которые предлагает для нас Бог они другие и так покоритесь Богу противостаньте дьяволу и убежит от вас приблизитесь к Богу и приблизится Он к вам очистите руки грешники исправьте сердца двоедушные сокрушайтесь плач и рыдайте смех ваш добротится плач и радость в печаль смиритесь перед Господом и вознесет вас во как звучат эти слова смиритесь перед Богом и Он вас вознесет именно на высоту спасения больше нами другой не нужно не злословьте друг друга братья кто злословит брата или судит брата своего тот злословит и закон и судит закон а если ты судишь закон то ты не исполнитель закона но судья уже един законодатель и судья могущий спасти и погубить а ты кто ведь не к нашему ли сердцу и уму обращены эти слова а ты кто который судишь другого теперь послушайте вы говорящий сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год и будем торговать и получать прибыль вы которые не знаете что случится завтра ибо что такое жизнь ваша пар являющийся на малое время а потом исчезающий вместо вместо того чтобы вам говорить если угодно будет Господу и живы будем то сделаем то или другое вы по своей надменности тщеславитесь всякое такое тщеславие и зло и так кто разумеет делать добро и не делает тому грех а ведь мы это прекрасно понимаем ведь мы так многое знаем в жизни послушайте братья богатые плачьте и рыдайте о бедствиях ваших находящих на вас богатство ваше сгнило и одежды ваши изъедены морью золото ваше серебро и заржавелые ржавчины будет свидетельство против вас и съесть плоть вашу как огонь вы собрали себе сокровище на последние дни вот плата удержанная вами у работников пожавших поля ваши вопиед и вопли жнецов дошли до слуха господа саваофа вы роскошествовали на земле и наслаждались напитали сердца ваши как бы на день заклания вы осудили убили праведного он не противился вам и так братья будьте долготерпеливы до пришествия господни вот земледелец ждет драгоценного плода от земли для него терпит долго а ведь наша душа ведь это тоже как некая земля которую господь засевает просто нужно подождать чтобы она дала плоды именно проявить терпение ведь земледелец он терпит долгое время но терпение всегда вознаграждается и он пожинает плод обильный при этом конечно он не сложив руки сидит а он что-то делает поливает ухаживает и для него терпит долго пока получит дождь ранний и поздний долготерпите и вы укрепите сердца ваши потому что пришествие господне приближается ведь именно в чем собственно наша радость в том что пришествие наше приближается и заканчивается священное писание апокалипсис словами да господи гряди гряди но ведь мы-то боимся этого пришествия для нас это не часть благовестия для нас это некая часть проклятия а потому что мы не готовы своей душой к этой встрече а ведь если мы всю жизнь ему молимся значит для нас встретиться с тем кому мы обращали свои молитвы свои чаяния мы его не видели но он слышал каждое наше слово для нас это должно быть радостью почему это для нас не радость почему для нас это страх не сетуйте братья друг на друга чтобы не быть осужденными вот судья стоит у дверей в пример злострадания долготерпения возьмите братья мои пророков которые говорили именем Господнем вот мы ублажаем тех которые терпели ведь помните еще спаситель говорил о том что мы красим раки праведных как мы любим мощи помните но ведь эти праведники которых сегодня церковь чествует прославляет а когда-то ведь такие люди как мы подобные нам этих людей гнали унижали изгоняли а сейчас мы честны вы слышали о терпении Иова и видели конец он его от Господа ибо Господь весьма милосерд и сострадатель помните каким испытанием был подвергнут Иов но конец его был прекрасен прежде же всего братья мои не клянитесь ни небом ни земле ни какой другой гляд но да будет у вас да-да и нет-нет дабы вам не подпасть осуждение злостраждет никто из вас пусть молится вот как важно вот если кто находится в злостраждании каком-то нужно молиться братья веселый никто пусть поет псалмы болен ли кто из вас пусть призовет пресвитера в церкви и пусть помолится над ним помазывать его елеем во имя Господне это таинство соборов именно здесь упоминание если кто-то болит то нужно позвать пресвитера в церкви чтобы они помолились и молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь и если он соделал грехи простятся ему признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга чтобы исцелиться много может усилены молитва праведного Илья был человек подобный нам и молитвою помолился чтобы не было дождя и не было дождя на землю три года и шесть месяцев и опять помолился и небо дало дождь и земля произрастила плод свой братья если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его пусть тот знает что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество своих грехов вдумайтесь только в эти прекрасные слова как много значит обратить человека от грешного пути а другими словами обратить его к отцу небесному мы покроем множество грехов своих но для того чтобы обратить человека для этого мы сами должны знать четко цель своего пути мы четко должны знать по какому прекрасному пути мы идем мы должны видеть этого любящего Бога видеть не в том смысле что это не от нас зависит Бог открывает человек но видеть очами веры и знать те заповеди которые нам Господь предлагает предлагаем а вот сейчас мы перейдем к первому соборному посланию у нас еще есть час времени к соборному посланию святого апостола Петра Петра апостола Иисуса Христа пришельцем рассеянным в Понте Галатии Каппадокии Осии Вифинии избранным по предведению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию и окроплению крови Иисуса Христа благодать вам и мир доумножиться вот чего сейчас желает простите а чего желал апостол Петр сейчас в первую очередь обязательно пожелает вам здоровье конечно дар тоже великий Божий но обязательно здоровье обязательно пожелает счастья долгих лет жизни конечно это действительно важно для нас земных существ но все-таки вот раньше желали как-то по-другому вот Петр почему-то желал благодати больше и мир доумножиться а ведь здоровье и счастье и долгие годы жизни от чего они зависят от благодати и если мир будет приумножаться ведь помните даже заповедь Господню чти отца твоего и матерь твою благо тебе будет и долголетен будешь и на земле а под отцом и матерью понимаете не только кровные родители сейчас знаете так вульгарно говорят биологические родители ну биологические родители это знаете вот у крокодила маленького крокодила есть большие папа и мама крокодила вот биологически называются папа и мама а вот мы тоже а если уже биологическими мы называем знаете от почитания родителей этот человек очень далеко благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому к наследству нетленному чистому неувидаемому хранящемуся на небесах для вас силою Божьей через веру соблюдаемых ко спасению готовым открыться в последнее время а всем радуйтесь поскорбев теперь немного если нужно от различных искушений дабы испытанная вера ваша оказалась в драгоцене гибнущего хотя и огнем испытываемого золота к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа которого не видев любите а ведь действительно вот верующий человек он никогда Бога не видел а любит его ну во всяком случае он должен любить больше чем какое-либо земное существо даже если идет речь о родителях или о детях потому что заповедь говорит нам следующее возлюбив Господа Бога Твоим всем сердцем Твоим всем разумением Твоим всей душей Твоей о чем говорит заповедь это она говорит о том что если всей душей или всем разумением и всем сердцем то а где же место для земных существ остается при этом или нет не остается но заповедь вторая есть возлюбив ближнего как самого себя она подобная первой и действительно если мы будем любить Бога больше чем всех наших родственников наших любых родственников даже детей наших если мы будем любить больше Бога то тогда мы сможем правильно воспитать своих детей а если мы будем любить Бога больше чем детей то тогда для нас истина которую мы будем насаждать в душах насаждать не в смысле навязывать а насаждать как садит садовник дерево насаждать в душах своих детей истину Божию а в основном то центр внимания и притяжения в семье кто дети все лучшее детям а ведь это ошибка на самом деле дети всегда были в традиционных православных семьях на последнем плане они всегда были в стороне и они должны были смотреть как живут взрослые люди они должны были воспитаны быть в смирении в терпении и не давали кушать детям первым лучшее а лучшее всегда кушал хозяин семьи отец он брал первой ложкой своей большой ложкой в тарелку опускал или в котелок простите общий а вот уже дети получали потом в конце маленькие в последнее в последнюю очередь и вот эти дети воспитывались правильно вот когда ребеночек маленький его что делают вы знаете его просто насилуют почему потому что его связывают пеленками но обратите внимание ведь наносили руки ноги связали положили все лежит здесь а кто-нибудь протестует против того что связывают ребенка но сейчас протестуют против вообще всего они просто протестуют потому что таков смысл жизни протестовать против всего я против всех и вся но ведь мы знаем что пеленать нужно почему да чтобы оно само дитё себе не беспокоило своими же руками почему частые рукавички на руки одевают детям чтобы он себя не поцарапал да и потом чтобы он правильно развивался чтобы ровненько его тело именно формировалось и никто против этой жестокости не протестует так же и душу нужно связать для того чтобы она потом была свободной нужно связать от чего вначале от всего низменного что проявляется в человеке а если ложка тянется первое котелку то это лучшее проявляется в человеке или худшее скажите мне пожалуйста это худшее проявляется но почему-то все умиляются взрослый какой хороший мальчик полез первым значит в общий котелок и все хлопают в ладоши и растет такой себе понимаете эгоист маленький идол которому все переносят жертвы все для нашего лучшего для нашего мишеньки а потом мишенька вырастает таким понимаете и поэтому когда мы читаем писание то мы обращаем внимание что не так должно все быть все должно быть прямо таки наоборот в начале всегда все лучшее старше и это воспитывает смирение в этих детях и когда они возрастают они тоже когда-то станут старше и когда-то у них тоже будут дети и эти дети вот если дитю вырывается постоянно из рук ну можно его воспитать или нет ну скажите мне если оно говорит постоянно не хочу и не буду ну как его воспитать что ему внушить возможно что-нибудь или нет да нет конечно же таки мы должны об этом помнить и вот мы не видим Бога но мы его любим и причем мы его любим так что мы даже детей своих любим уже потом как бы ну понимаете здесь-то вторая заповедь все-таки возлюби ближнего твоего а ближний это вообще любой человек это и дети и дальние и всякие как самого себя вот как вот уравновесить одно с другим ведь здесь идет речь о том что все уже сердце занято уже места нет ни в уме нет места ни в сердце ни в душе нигде нет места все возлюби только Бога вот как найти место и я вам скажу одну простую вещь а Бог то наш невидимый Бог Он однажды стал видимым в истории человечества и вот эта видимость его она связалась с нашим человечеством посредством принятой плоти естества человеческого и поэтому когда мы любим невидимого Бога то мы любя Бога мы обязательно будем любить человека потому что сам Бог любит человека настолько что связал свою божественную судьбу с человеческой судьбой Он стал плотоносцем Он стал одним из нас для того чтобы нас сделать одним из них Бог стал человеком для того чтобы человек стал Богом и вот когда мы любим Бога всем всем своим существом то мы в Боге начинаем правильно и человека любить именно так как говорил уже нам апостол Иаков что мы каждого человека любим потому что каждый человек становится что образом Божьим то есть в каждом человеке отражается Бог а значит уже мы даже и с трудом можем провести границу между Богом и человеком потому что так соединился тесно Бог с человеком что это почти уже одно и то же но не в том смысле что каждый человек это Бог нет потому что каждый человек имеет образ Божий но он еще должен этот образ сделать подобным подобие Божьим поэтому потенциально мы все имеем некую икону внутри себя но вот за жизнь очень важно эту икону не залить грязью иначе там мы не сможем различить а кто же там изображен и вот когда мы смотрим на многие слоя которые покрыли человека душу его тело его всем отвращением греха всей той блевотиной которую действительно говорит Господь что пес возвращается на свою блевотину так и человек покрыт этим и вот действительно различить а в другом человеке этот образ просто светится он становится подобием он смог проявить как самое важное в своем человеческом бытии именно божественное начало и поэтому любовь к Богу всем своим существом в конечном счете является и полноценной любовью ко всему тому с чем Бог связал свою судьбу каждому человеку мы начинаем любить не только своих детей но и других детей чужих детей тоже мы начинаем любить конечно мы так далеки от этой любви но мы это хоть должны знать каким должен быть христианин радуйтесь радостью неизреченную и преславную достигая наконец веру и ваше спасение душ к всему то спасению относились изыскания и исследования пророков которые предсказывали о назначенной вам благодати исследовая на которые и на какое время указывал сущий в нему Христов когда он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ним славу им открыто было что не им самим а нам служило то что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым посланным с небес во что желают проникнуть ангелы значит ангелы желают проникнуть в то во что они не могут еще проникнуть но человеку это уже открыто а знаете почему открыто человеку и не открыто это ангелам а потому что Бог принял естество человеческое а не ангельское в свою божественную жизнь а значит к естеству ангельскому вернее сказать естеству ангельскому это непонятно конечно они с доверием относятся ко всем действиям Бога поэтому Господь и избирает их в качестве вестников даже для нас но вестник не всегда знает о содержимом письма которых он приносит если наши почтальоне будут знать о том что в письмах они передают но они же не все знают и вообще не знают и вот вестники они могут быть курьерами очень адекватно передающими божественную волю для человека но сами не до конца понимают почему потому что у них нет плоти а ведь только вдуматься что связано с человеческой плотью в нашей судьбе человеческой это прежде всего страдания это болезни это потеря близких это вся наша человеческая судьба и только у нас работает обнаженный нерв на развлечении понимания того что такое человеческая боль ангелу это непонятно он только знает о том что мы страдаем но он не знает что значит страдать потому что он сам не страдает у него нет этого опыта и поэтому сын божий принял естество человеческое но для ангелов это непостижимо хотя они в каком-то смысле и совершение человека они святее нас они имеют огромную силу помогать нам но вот проникнуть в тайну спасения они не могут посему возлюбленные припоясав чресло ума вашего бодрствуя совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа как послушные дети не сообразуйтесь с прежними похотями бывшими в неведении вашем но по примеру призвавшего вас святого и сами будьте святы во всех поступках ибо написано будьте святы потому что я свят но вы знаете когда идет разговор с маленькими человечками то кем они только не хотят быть они хотят быть всем но вы знаете почему они хотят быть я не знаю мы там говорили космонавтами и прочими учеными может быть я не знаю еще кем сейчас там бизнесменами или может быть ну не знаю потому что они смотрят на взрослых а взрослые только хотят быть тем чем о чем мечтают дети их но мы внутри должны еще хоть иметь одно пожелание быть святыми то есть об этом говорит нам сегодня апостол Петр будьте святы но святость это не значит что мы должны думать вот когда мы станем святыми то мы будем светиться а все будут смотреть на нас и говорить ой до чего Мария Павловна дошла светиться так нет не об этой святости идет речь не о таком понимаете понимание святости а принять святость это значит принять этот путь потому что святой человек в переводе вообще с греческого языка агиос и кадош еврейского или санктус латыни это отрезан и оторван это вот то о чем было сказано о мире что не не сообразуйтесь с миром а будьте святы то есть оторвите свой ум свои помышления свою жажду плотской жизни будьте немножко другими будьте такими к чему Бог вас призывает об этой именно святости потому что Бог сам свят а что значит он свят а потому что он сотворил этот мир он дал начало бытия для этого мира но в то же время он оставил этот мир в покое это называется шаббат суббота это момент покоя когда он дал этому миру возможность пользоваться свободой жить жить и строить свою жизнь независимо от Бога и только верой человек может призывать присутствие Бога в этом мире и только за верующего человека Бог ответственен потому что ему доверяется верующий человек если нам кто-то доверится значит и мы за него ответственны а если нам не доверяется мы не отвечаем за этого человека если мы доверились Богу значит и Бог ответственен за нашу судьбу есть такие слова кто нищему дает милостыни тот взаймы Богу дает а почему Богу а потому что Бог сказал блажение милостиви значит он утверждает определенные тезисы жизни и он ответственен за эти тезисы он отвечает за последствия сделанного человеком выполненной заповеди и вот в этом смысле он свят он отделен от этого мира он не насилует свободу человека то есть он независим мы дает путь определения жизни для этого мира и в то же время человек может быть независим умом своим душой своей от развития этого мира он может не быть звеном в цепи биологической этого мира ведь помните как нам красиво иллюстрируют учебники по биологии происхождение человека что человек это там от какой-то инфузории произошел слышали вот я вспоминаю один такой юморной момент однажды одна девочка подошла к митрополиту Иосифу это были 60-е годы прошлого века по-моему даже это было и раньше может быть где-то из 40 не простите где-то 50-е скорее и девочка недавно услышала на уроках биологии что она произошла от обезьяны и решила поделиться этой радостной вестью с этим дедушкой который ходил с крестом на рясе говорит а ведь вы говорите что бог сделал человека а ведь он от обезьяны произошел и смотрит на то что скажет митрополит этот дедушка с прошлого века а он говорит у тебя есть мама говорит есть а как ее зовут Наталья так передавай говорит своей Наталье обезьяна мне привет а она говорит а моя мама не Наталья обезьяновна она Наталья Петровна ну как же ты говоришь что ты произошла от обезьяны вот и передавай Наталье обезьянам мне привет ну я не знаю поняла ли эта девочка этот урок прекрасный вот от митрополита Иосифа но вот многие почему-то хотят связать свое родство с дождевым червяком и вот когда они начинают проводить вот такую тесную родственную связь то это они хотят сделать для того чтобы освободить себя от нравственной зависимости от морали всякой потому что что взять с этого потомка дождевого червяка ну что с него взять ведь все его счастье только чтобы покопаться в этой земле и тут говорят о какой-то морали что человек должен стремиться в небо а вот сегодня мне буквально рассказали что по этому поводу думал Заратустра он говорит вот все люди смотрят вверх а говорит а я смотрю только вниз почему потому что я уже на такой высоте что мне уже вверх смотреть к Богу не нужно я уже только смотрю на тех кто внизу и так многие от того что просто они не чувствуют Бога над собой поэтому они смотрят только вниз потому что вся их жизнь не только и связана с этим родством червяков медуз обезьян и как недавно один из дрессировщиков цирки некто Азарян по-моему сказал говорит я вот вы знаете много лет посвятил дрессировке обезьян но говорит сколько говорит я вот провел времени с ними но говорит сколько раз я утром приходил в свой зверинец говорит ни разу не увидел чтобы хоть одна обезьяна стала Василием Ивановичем и вот действительно сколько человека не вразумляй не говори ему о том что его все таки родство с обезьянами никак не связано но ему просто нравится просто знаете как Александр отец Александр Мень сказал когда его спросили а это правда что человек от обезьяны произошел а он так иронично заметил говорит некоторые категории только людей поэтому когда мы начинаем говорить о посланиях апостола то конечно мы приходим все таки к выводу что человек это как антрубос и переводится буквально человек греческое слово смотрящее существо вверх и чело и век если вы называете отцом того который нелицеприятно судит каждого по делам то со страхом проводите время странствования вашего зная что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни преданной вам от отцов но драгоценную кровью христа как непорочного и чистого агнца а ведь вдуматься только о чем говорит апостол он говорит о крови христа ведь пытаются нам внушить наши соотечественники о том что мы должны быть достойны крови пролитой ветеранами сражавшимися на этой земле полагавшими жизни свою за эту землю и когда они говорят эти слова то есть оставшиеся в живых они знают о чем они говорят и я уверен они знают потому что кровь которая пропитала эту землю это была кровь их друзей это была кровь очень близких для них людей которые видимо защитили своей грудью их жизнь и они пришли живыми с войны а значит они смогли нарожать детей внуков правнуков и когда они говорят эти слова то они каждый раз плачут потому что для них кровь которая пропитала эту землю они верят что она должна принести плод плод чтобы на этой земле выросли другие люди но как мы видим растут все те же в основном которые говорят а что это они тут сражались за нашу землю ведь посмотрите немцы-то как хорошо живут вот если бы оказались под немецкой пятой как было бы хорошо и сейчас у нас вольцваген был бы вместо жигулей или что-нибудь еще там такое повеселее и вот когда так люди рассуждают а потом еще более того говорят вы знаете мы наверное молодые люди так в основном рассуждались нужно создать что-то подобное тому что не удалось осуществить фюрер нашим великом и создают неонацистские группировки а кто это ж наши наши дети безумные дети а почему безумные дети а потому что забыли о самой главной крови о той которая была пролита на кресте и к сожалению те которые остались живых они помнили только о крови которая была пролита там на поле боя они забыли о самой главной крови которая была пролита на кресте Потому что вся кровь человеческая, она в той или иной степени греховна и виновна. И мы по грехам своим страдаем, как у Честерта, напомните, притча замечательная, когда народы пришли к Богу и говорят, мы так устали от этих войн, Господи, сделай, чтобы их не было. Ну а войны бывают разные, вам известно. Война бывает в душе, война бывает в семье, война бывает где-то в другом каком-то обществе, не только в масштабах между странами. А Господь спрашивает, так вы не хотите, чтобы были войны? Все как в один голос отвечают, нет, не хотели. Так не воюйте же. Кто воюет? Мы воюем. Мы сами воюем. Ведь те, кто пролил кровь свою в годы Великой Отечественной войны, а может быть эти пролившие кровь когда-то проливали кровь своих дедов в гражданской войне? Может быть именно они в заточениях гноили невинных людей, которые пострадали только за то, что они верили во Христа? А может быть эта кровь пролитая была искуплением их грехов? Но единственная кровь, драгоценная, которая была пролита без вины, это кровь Христа. И каждый должен помнить о том, что такое эта кровь. Никакая кровь не может сравниться. И если мы ассоциативно думаем, что кровь Христа – это кровь человеческая, то мы должны немножко себя поправить. Это не совсем так. Кровь Христа – она невинна. И если даже кто-то из людей больше страдал, чем Христос, какие-то большие мучения переносил, то все равно эти большие мучения не сравнятся с теми мучениями, которые были только потому, что Он страдал за нас, а за себя. И когда идет речь о том, что драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, то мы должны забыть об обезьянных и дождивых червяках сразу. Предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, Который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога, послушанием истины через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, не от тленного, то, о чем мы говорили, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего в век. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. Смотря на это, в природе мы всегда должны помнить о своей жизни. Но Слово Господне пребывает вовек, а это есть то Слово, которое вам проповедано. Итак, отложи всякую злобу, всякое коварство и лицемерие, а мы ведь можем носиться с этим долго, кого-то не прощать и рассуждать внутри себя. А я, тварь дрожащая ли, право имею? Я ведь тоже имею право, только о правах и думаем. А ведь каковы последствия этого свободолюбивого раскольникова? Убийство невинных. Итак, отложи всякую злобу и всякое коварство. Вот что нужно сделать. Как новорожденный младец, и возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. А ведь действительно, то, о чем он сказал, истины великие, но это на самом деле молоко. А мы этого молока еще не пьем. А раз мы не пьем, так мы можем быть и святовласыми старцами по плоти, но даже не младенцами во Христе, а может, какими-то эмбрионами. Ибо вы вкусили, кто благ, что благ Господь, приступая к Нему камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, «Вот я полагаю, всего не камень, краеугольный, избранный, драгоценный, верующий в Него не постыдится. И так Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих – камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания, камень соблазна, о которой они притыкаются, не покоряясь Слову, на что они оставлены». И вот здесь идет речь о неком святом священстве. И о том, что мы должны с себя строить дом духовный, это священство. Кто эти священники? Это что, мы все? Да, каждый христианин, он священник. Но не в иерархическом смысле. Иерей, или епископ, или диакон. Но каждый христианин, он становится священником. Почему? Потому что священник – это тот, кто приносит жертвы. Он приносит жертву Богу. И мы постоянно приносим эту жертву Богу. А жертва связана всегда с пролитием крови. Что это значит? Это значит, что мы должны отдать плоть и принять Дух, как говорят святые отцы. То есть мы что-то должны чем-то пожертвовать ради того, чтобы получить благодать. Ведь почему мы постимся? Это мы жертвуем своей плотью. Это мы жертвуем своими интересами гастрономическими. Для того, чтобы заполнить, восполнить плотское духовное. И поэтому мы все являемся священниками в духовном смысле. И вот именно этот краеугольный камень, его можно или поставить в основу строящегося здания, или он постоянно будет нам мешать. Помните те гадаринские жители? Христу что сказали? Ты мешаешь нам. Такой камешек, как ты, нам не угодит. Уйди от нас. И вот поэтому и часто и говорят Христу. Но вы, роты, избраны. Царственное священство, народ святой, люди взяты в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. В чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. Мы как пришельцы и как странники. Потому что грядущего града взыскуем, который Бог строит нам. И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству. Вот здесь-то мы и не понимаем, о чем идет речь. Ну как же так? Идет речь о покорности Богу, а тут о покорности начальству человеческому. Для Господа. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа. Царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от Него посылаемым, для наказания преступников и для поощрения делающих добро? Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали устаний вежеств безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. В чем дело? О чем говорит-то апостол? Ведь тогда, когда он говорил, у власти-то был римский император, и царьков было много, конечно же, мелких, которые имели относительную власть вассальных царей от императора, а император язычник был, да и все были язычниками тогда, власть имущая. И нужно оказать этому власть имущему царю покорность. Это с какой кстати? А вот почему? А потому, что если человек раб Божий, это значит, что он по своему социальному статусу, в духовном смысле, он подданный только небесного царя. Вот если он подданный небесного царя, вот царь небесный, по своим возможностям не силе, он выше любого земного царя, естественно, выше. А значит, если он подданный небесного царя, он живет по законам кого? Небесного царя. Вот помните евреи, в отличие от каких-либо других язычников, живущих на территории каких-то определенных государств. Вот если, скажем, язычник живет на территории, скажем, Птоломеев, и он переезжает на территорию Селивкидов, то он освобождается автоматически от исполнения законов Птоломеев, потому что он на территории власти Селивкидов освобождается. А вот еврей, когда пересекал любое государство, где бы он ни жил, он освобождался от еврейского закона религиозного или нет? Нигде. Где бы он ни был. И вот подданный Бога, он нигде не освобождается и никогда, и ни в какое время от закона Божьего. А раз он находится в этом измерении, где для него в первую очередь важен закон Божий, то что такое исполнение земной власти закона? Для него даже несвобода не является несвободой. Потому что Слово Божие, как говорил апостол Павел, не вяжется, его невозможно связать. И поэтому апостол Павел скажет в послании, что если тебя настигло Слово Божие во власти, то есть ты являешься патрицием каким-нибудь, это для тебя неважно. Если ты настигнут Христовым Христовым в рабстве, это тоже ты не должен стремиться к тому, чтобы освободиться от этого. Потому что это для тебя ничто. Потому что ты живешь в духовной свободе, а духовная свобода несравнима ни с какой другой свободой. И все войны, все катастрофы человечества, именно потому, что все стремятся к утопии какой-то свободы, свободы политической. И ради этой политической свободы люди готовы уничтожать друг друга миллионами. А ведь посмотрите, ради свободы любой политической системы, которая смогла охмурить, отурить каких-то людей, которые стали просто орудием этой политической силы. они потеряли духовную свободу, потому, что они стали убийцами, они стали сквернителями. Ведь тот благочестивый православный румын, который был когда-то верующим человеком, ходил, посещал православный храм, но в какой-то момент он стал орудием фашистов, потому что его государство приняло сторону фашизма и он стал ничтожным человеком. Когда рассказывали мне о румынах, что они творили, они хуже немцев были на территории своих же собратьев православных. Вот он, понимаете, вот она расплата за политическую свободу человек расплачивается духовной свободой. И вот все эти мечты, все эти утопии, которые якобы когда-то будут все по потребностям, ну коммунистическое будущее такое, или какое-либо другое будущее, связанное именно с свободой какой-то власти, это всегда утопия. И поэтому говорит здесь апостол, да не важно это, не забивайте себе голову, покоряйтесь вы царям. Подчиняйтесь. Потому что у вас есть один царь, кому вы должны быть покорны. И если этот царь скажет вам, отрекись от Христа, то тогда ты скажешь ему. Помните свидетельство первомучеников, что они говорили? Я тебя почитаю царь, но я почитаю Христа больше, потому что он мой Царь Небесный. А это земное царство тленное, оно погибнет и ты погибнешь. А вот Небесное царство это другое царство. И вот здесь мы должны понять одну простую вещь, что чем свободнее человек духовно, вот монахи это люди, которые живут себе там по своим каким-то законам монастыря. И какие там законы за стенами монастыря, кто там пришел к власти, какой любимец народа очередной. Их мало, по большому счету интересует. Но они некоторые такие несчастные люди, они многое потеряли, потому что не могут жить и так далее. Вот видим, о чем говорит апостол, что для нас это не важно. Всех почитайте, братство любите, Бога боитесь и царя чтите. Царя. Вот совершенно верно. Потому что вы будете почитать, но вы внутренне будете свободны. Вы не будете в этой бесконечной борьбе за свободу. Слуги со всяким страхом повинуйтесь господам. Это к христианам обращается он. А господа, возможно, язычники, не только добрыми, кроткими, но и суровыми. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Потому что Христос такой путь избрал. Ибо за что похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки. Но если делая добро и страдая терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Не было лести в устах Его. Вот помните, когда с Пилатом был разговор, с властью мужчину, с какой царственной властью, и в то же время кротостью он разговаривал с этими царьками, с Иродом. Будучи злословим, он не злословил взаимно, сострадая, не угрожал, но предавал то судьи праведным. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от греха, жили для правды. Ранами Его мы исцелились. Ибо вы были как овцы, блуждающие, не имеющие пастыря, но возвратились ныне к пастырю влюстителю душ ваших. Ну вот, мы закончили на третьей главе первого послания Петрова. Какие вопросы у вас? Ну что? Почему я поплотил поплотил? Брат. Брат. А что вы спешите? По плоти. По плоти. А, по плоти? Ну, по плоти, это имеете ввиду, что, ведь он же родился от Девы Марии, а у нее было родство, понимаете? Это значит, что, то есть, это имеете ввиду, по плоти не... Он-то и сам не был сыном человека Иосифа, понимаете? Он не от семени плотского родился, он только от Девы, значит, по наитию Духа Святого, и поэтому все то, с чем связано было Дева Мария родством, значит, и он тоже был родственником. То есть, он не отрицал земного родства, так и мы не должны отрицать земного родства, как и Спаситель не отрицал. Но апостол Иаков, его брат, который был и епископом Иерусалимским, и Иуда, апостол, они ведь вначале не приняли его, они только после воскресения приняли его, а вначале они отвергали, но сейчас вот они пишут уже послание. Дети Иосифа? Что, что, что? Это дети Иосифа, Абручника? Да, да, да. Вот, по плоти, По плоти, да. Ну, а ведь, Абручник, он же был в родстве с Девой Марией, он же в родстве был, он же родственник был. То есть, это никакой не супружеский связи, а просто? Нет, конечно, по-моему, мы уже должны это хорошо знать, вот, даже не должны обсуждать даже. Конечно, конечно. Свидетели и Павелчника ему говорят специально. Семья Иисуса Христа, его дети, его жена. Счастливая семья. Ну, как всегда, знаете, чего-то где-то не дослышали. Ну, вот. Еще какие вопросы? Ну, что ж, я думаю, что те словеса апостола Павла всем очень проникли глубоко в сердце, в разум, и осталось только исполнить их, когда мы переступим порог этого храбоста. Храни Господь.